Добрый день, Николай Павлович, спасибо. Хочу руководить, как это мой приспорт, 3-4 минуты, сейчас ночь не было. Николай. Здравствуйте, уважаемые коллеги, представители прессы, присутствующие на доседании. Свои выступления традиционно посвящают деятельности генерального примара, но с каждым разом говорить все труднее и труднее, потому что ничего он не делает в нашем городе, но опыт показывается совместными усилиями, мы, муниципальные советники, можем добиться результата. Примером является принятое на последнем заседании совета решение о понижении стоимости ритуальных услуг. Заслуги примара нет у моего действия, де-факто заставили это сделать. Первое, на чем я бы хотел остановиться, это решение суда по детскому парку на улице Садовян. Все мы помним, сколько раз жители Кишинева живым счетом становились на защиту детского парка. Все смотрели телевизор, все видели. Все мы помним заявление генерального примара о незаконности нахождения там, в зоне детского отдыха. Уже почти год фракция коммунистов предлагает на каждом заседании, во-первых, просит предоставить муниципиам проект решения по детскому парку, и уже год мы просит каждый раз вставляем дополнительную повестку этот проект. Не получая его, приходит, не имея проекта от муниципия, мы ставим проект, предлагаемый парламентским адвокатам. Все мы помним заявление юридического управления примаря о том, что нет никакой возможности узаконить детский парк. Все мы помним, как примар доказывал, что то решение суда, которое есть, говорит именно о сносе детского парка, а не о том, что это решение суда узаконивает и защищает детский парк. Да, и на этом основании примаря получил исполнительный лист и пыталась нести детский парк. В итоге первая судебная инстанция принимает решение и удивительно становится на сторону детского парка. Оказывается, детский парк расположен на территории парка Бориса Главана законно. Оказывается, диспозиции примара о сносе являются незаконными. Что получается? В итоге ген-примар применил весь административный ресурс примарии для реализации своей личной приходи. Помимо этого, если мы остановимся на решении первой инстанции, мы еще и увидим, что взымается 10 тысяч лев морального ущерба с примарией, возникает простой вопрос, кто должен платить эти 10 тысяч лев. Насколько я знаю, парламентский адвокат протестовывает и это решение требует большего. Уже директору рынка, извините, не рынка, а директору детского парка пять раз вызывали скорую помощь. Есть документы, что потрачены 30 тысяч лев на медикамент в соответствии с Гражданским кодексом и на вас лично может быть возложена ответственность. Если вы порядочный человек, остановите ваших юристов, просите совету муниципального совета, выплатите с личного кармана эти 10 тысяч лей и оставьте в покое детей и зону отдыха. С какой целью вы боретесь с детским парком? Мое личное мнение, что на этом месте вы хотите построить комплекс жилых домов. Информация попадала, тяжело ее проверить. Правда это или не правда, знаете только вы, как ни странно. Но любой, кто хочет к нему возразить, может проехаться по улице Садовьяну и посмотреть в зоне между Садовьяну и парком Бориса Главна, сколько жилых домов построено уже в парковой зоне. Примар, вы, к сожалению, некомпетентны, это знаете. Вы не способны к коллективной работе, вы все решаете сами. Вы занимаетесь только самопиаром, пополнением личного и бюджета партии, скорее всего, да? Может быть и все у вас остается. Вы приводили с этой целью Кишинев в карательно-вымогательный орган. Примария не помогает жителям города. Она им ставит только ограничения и только наказы. Благодаря вам город стал уродлив, точная застройка, разбитые улицы, грязь, снег вроде бы в этом году еще более-менее там, дороги почистили, фротуары не почистили. Не буду на этом останавливаться, длинная тема, да? При этом вы позиционируете себя как европейского примара. Никакой вы не европеец, никогда им не встанете. Как были сельским мальчиком с колоницей, так и останет. Самая серьезная проблема, с которой сталкивается наш город в вашем лице, вызвана тем, что вы испытываете личную ненависть ко всему молдавскому, к нашей столице. Вы раболевствуете перед умы на университетической идеологии. Знаете, как, есть такая шутка, что плохое полено выбрал папа Басевского, чтобы из колонистского мальчика сделать генерального примара. Извините, конечно, да? Вторая проблема, на которой я хочу остановиться. Хорошо. Давайте вы не будете прервать. Вы можете записаться в декларации и выступить по поводу моего выступления тоже. Если бы генеральный примар хочет, он может подать на меня в суд за любое мое выступление и доказать, где правда, где неправда. Согласен. Итак, давайте я еще не закончу, мне еще чуть-чуть. Вторая проблема, на которой я бы хотел остановиться, эта проблема бездомных животных. Много раз она поднималась на всех уровнях в муниципе Кишина. Семь лет вы управляете столицей, но кроме бумагам Радиса, к сожалению, ничего не сделано. Проанализируем, что сделано городом, примареем и советом в этом направлении. Советом принято решение 26 февраля 2010 года. Еще 2010 год. Выделение 5 гектаров земли под питомник собачий и еще 5 гектаров заложены в резерве. В управлении капитального строительства лежит готовый проект. К сожалению, не смог узнать, с какой даты, но я думаю, что лежит он давно. Есть целый ряд диспозиций ваших о борьбе с бездомными животными. Есть, конечно, нереальные ваши достижения. Каждый год вы предлагаете в бюджете выделить 300 тысяч лев на банальное живодерское убийство животных. Это 800 левки. Возникает вопрос, почему все это на бумаге? Почему в бюджете не было денег? Хотя бы частично заложено, что проблема решалась. Одни говорят, что 5 тысяч собак, другие 10, 30, 20 тысяч. Что бы ни было, пока вы ничего не делаете, эта цифра только увеличивает. Ответ понятен, простой. Вы либо не можете это сделать, либо вы не хотите это делать и ждете, пока европейские структуры выделят кредит для того, чтобы он там осел в каких-то консультативных органах, фирмах. Ну не знаю, ну как, это простая тема. Земля есть, деньги есть, можно сделать. Все есть. Но вы их тратите по-другому. Для сравнения я приведу несколько примеров, что сделано общественными организациями, на свои собственные средства без помощи Кишинева. Я посетил один из питомников, Бубу-Ещев. Там содержится 136 собак, чистых, сытых, привитых, осмотренных ветеринаров, не агрессивных. Питомникам за 2 месяца работы было найдено 12 хозяев для 12 собак. Питомники работают только волонтеры, в том числе и из Европы. Я познакомился волонтерам из Италии. Я не был во всех питомниках, был в этом. Представители этих организаций не просят денег. Они просят им не мешать в их благородном деле. Вот у меня возникает вопрос. Почему рядовые жители Кишинева без административного ресурса, без сотен миллионов бюджетных денег, уже решают проблему, которую вы должны были решить еще в первый год, когда стали примарки? Чего вам не хватает, чтобы сделать, если не так же, то не лучше, но хотя бы так же? Ну в чем проблема? 300 тысяч заложены. Земля есть, проект есть. Есть волонтеры, которые готовы бесплатно работать. Но вы этого не делаете. Те правила содержания домашних животных, которые законом, они требуются, чтобы муниципальный совет их установил. Привлекания они были, при вас их нет. Почему не выполнено решение суда о проведении публичных слушаний по обеспечению прозрачности процессов стерилизации и запрету убийства животных? Вы не знакомы с этим решением суда? Я вам его предоставлю. Общественная организация Алга выиграла, и вы обязаны провести публичные слушания. Почему не исполняется... Так, это я сказал, да? Скажите, уважаемые коллеги. Хорошо, я вас слушаю на каждом заседании совета. Да, послушайте и вы меня. Уважаемые коллеги, скажите, может ли город то, что сделали общественные организации, сделать сам? Земля есть? Есть. Деньги, как таковые, где 300 тысяч есть? Есть. Мы можем их перенаправить с банального убийства на помощь тем общественным организациям. Можем. Можем ли мы сейчас, пусть у города нет денег на строительство питомника, можем ли мы заключить какой-то договор и дать ту землю в пользование общественным организациям с обязательством уйти с этой земли в тот момент, когда питомник будет построен? Они же не просят денег у города, они просят землю и условия. Может ли автособертати не вывозить животных на убийство, а вывозить их на содержание? Это не сложно сделать, этим просто надо заняться. И тогда количество животных будет уменьшаться в геометрической прогрессе. Почему не приняты правила содержания животных? Вот юридические лица. Содержания. Откуда берутся собаки? Из ЖЭКов, извините, из ГСК, из строек, из сел Кишинева. Почему не вести какие-то правила, которые обязуют юридические лица на территории, которых находятся собаки, проводить их стерилизацию, вакцинацию, регистрацию? Мы можем это сделать? Сложно ли это сделать? Нет, не сложно. Да, мы не можем сейчас штрафовать за нарушение этих правил, потому что закон не позволяет. Но вести эти правила и контролировать мы можем. Сложно ли это сделать? Нет, не сложно. Уважаемые коллеги, вы видите, эта проблема решаема. Я вас прошу, поддержите, пожалуйста, инициативу партии коммунистов в муниципальном совете по созданию комиссии, в которую будут входить и муниципальные советники, и представители примари, которая разработает план мероприятий по БРГ с бездомными домашними животными. Не просто банальный их вывез с любвиства, а действительно попытаться решить этот вопрос. Спасибо большое.